Ребят, я только что вернулась... Готовлю. Я только что приготовила котлеты. А, не, я хотела сказать, что я только что вернулась с занятия. Своё первое занятие сегодня прошло на барабанах тайка. Это такие огромные японские барабаны, на них играют палками деревянными. И получается такая нереально мощная ритмичная музыка. И вот сегодня у меня было первое занятие. Я туда случайно попала, признаюсь. Потому что на днях у меня были дети на таком занятии. И мне, честно говоря, так понравилось. Я поделилась со своей подругой. Сказала, что мне безумно понравилось. И она мне сказала, что даже не думай, приходи и про... Мы отдельно от детей занимаемся, взрослые и дети. Но, тем не менее, она меня пригласила. Короче, я пошла, даже думать не знала. В общем, я попробовала, это, конечно, как сказать-то, как бы это описать. Во-первых, ты отдаёшь, ты контролируешь себя. Я не знаю, там много всего. Чем понравилось? Перед тобой это инструмент. Группа людей. Все играют, отбивают определенный такт. Учитель задаёт его, и ты отбиваешь. При этом ты контролируешь, либо это слабый удар, либо это сильный удар, либо это очень сильный удар. И там есть своя техника, конечно, которой ты должен следовать. И да, но вот эти моменты, когда ты можешь просто со всей силы ударить по этому барабану, и все это делают в классе. Там было порядка десяти людей. Представляешь, какой там грохот, и ты вот как будто очищение идёт. На самом деле, вот такое внутреннее ощущение энергетическое, что тебя, ты отдаёшь вообще всё плохое этому барабану. Знаете, некоторые боксом идут заниматься. Вот я пошла барабану. У меня такое сейчас вот хорошее ощущение. Плюс, и очередной раз я испытала на себе вот эту мысль, что, знаете, когда мы детей учим и толкаем, мы говорим, иди, пробуй, ну что есть страшного. Иди просто войди в класс и пой хором. Когда мы вот это всё им говорим, там, или войди в класс, там, сам, что ты меня от собой тащишь, что маленький, что ли. Знаете, бывает такое проскакивает. И вот в очередной раз я убедилась, что когда ты что-то новое пробуешь, тебе так не хватает элементарной просто поддержки, там, чтобы кто-то сказал, да ты классно всё делаешь, да ничего страшного, посиди пять минут, вернёшься, когда будешь готов, да. Там, не успеваешь, да ладно, попробуй ещё раз, у тебя получится, у тебя обязательно получится, да. К чему это я? К тому, что сложно детям нашим, господи, к чему я ещё могла. Сложно нашим детям, а мы, да, с высоты своего опыта сидим и нарицаем, господи, да как ты можешь стесняться купить мороженое? Ты же тебе не дать деньги, что ли? Ты же не воруешь? Такие вещи, не знаю, мне приходит в голову чистую, освобождённую. Да. В общем, будем мы ходить на это тайка, не знаю, насколько у меня хватит. Сейчас я себе замерила месяц, посмотрим, как это у нас пойдёт с нашим расписанием. Плюс, знаете, ирония такая. Все прошлые пару лет, может быть, мы учили японский дома. Мы смотрели мультфильмы, пытались, даже педагога нанимали. И, ну, плохо идёт вообще, надо просто каждый день заниматься, а у нас не хватало нас. И в этом году мой муж сказал, что, ну, давай писать резолюцию испански, потому что хватит, вы этот японский всё равно не учите. А он, кстати, испанский выучил. Муж у меня очень хорошо говорит на испанском. Он говорит, давай мы вместе в этом году, я, типа, стану лучше, а вы просто потянетесь, язык и всё такое. Я согласилась, и вот я прихожу в эту тайку, и там все говорят только на японском, английского нет вообще практически. И я такая, о-о-о, всё-таки быть японскому в моём лексиконе. Так можно сказать. Ну, не знаю, в общем, ребята, такие мысли. Сегодня к нам приезжают снова гости детские. И я не знаю, что мы будем делать. Мы будем ёлочку разбирать. Так жалко. Ну, уже пора. Подошёл, похоже, к концу наш новогодний праздник. Ёлку разобрали сегодня всю полностью, раздели от игрушек ёлочных. Но решили оставить на последний день огоньки, гирлянды. Потому что, честно говоря, мы не наелись этой ёлкой. Она ещё более-менее свежая, практически не осыпается. И мне вообще кажется, зря мы её так рано вообще выгоняем из дома. Она у нас простояла всего лишь там две недели. Признаться, я так вот первый раз сейчас лежу и смотрю на эту ёлку. Все остальные дни, когда она у нас была, наверное, недели три, она была украшена, она была завалена подарками, она была такая себе вся красивая. Но вот так, чтобы лечь и полежать на неё посмотреть, у меня не было почему-то никакой возможности. То у меня там куда-то съездить, то что-то привезти, то где-то что-то купить. Я не знаю, короче, всё время что-то делала. Вот я сейчас лежу, и мне так кайфово, я даже её убирать не хочу. К тому же она практически не осыпается. Продолжение следует...